Сегодня рубрика программы «Автостоп. Дураки и дороги» будет посвящена в основном дорогам. И раздавать слонов мы будем руководству, снегоуборщиков, а грузить апельсины в бочках работникам ДРСУ. Конечно, наезжать на дорожников – это не специфика нашей программы. Мы чаще хвалим. Кого? Да и у Журалавтобан. Он делает изумительные двух- и трехполосные дороги, за которыми, вообще-то, надо следить. Авторы программы «Автостоп» в принципе не против новаторства и экономики. Но вот такой способ экономии нам не нравится. Как чистят дороги, допустим, в Москве? В Москве их поливают реагентами. Как чистят дороги в Европе? Ну, в Европе снега вообще, в принципе, мало. Но если выпадает, то чистят бульдозером. А вот магнитокворцы придумали свой собственный способ. Это, так скажем, выбивание снежного покрытия дороги шипованными колесами. Причем вот я никогда не понимал, что значит полутораспальная кровать. Посмотрев вот на эту дорогу, я понял. Эта дорога полутораполосная, а кровать полутораспальная. Почему мы недостаточно оперативны? Потому что мы не новостники. А когда шел снег, мы лазили по горкам вместе с «Субару». И с удивлением наблюдали отсутствие снегоуборочной техники. Узнаете дорожку? Но постоянные зрители должны узнать. Это наша тестовая дорога. Программа «Автосток». И вот, глядя на нее сейчас, вспоминаются две песни. Первая – Михаила Шифутинского «Колея по судьбе колея», «Виноваты не ты и не я». И Владимира Высоцкого «Я склоняю, как школьник плохой», «Колею в колее с колеей». И мы просим для ТРСУ города Магнитогорска на радио «Шансон» передать эти две песни. И вот тут начинаешь понимать все курьезные ситуации. Неделя прошла. Порядка как не было, так и нет. А вот мы проехали 400 метров. С той точки. Греем, Максим говорил про колею. И вот здесь чистота, порядок. Все ухожено. Площ, кстати, немаленькая. Разумеется, здесь работал не один трактор. Что это такое? Мы находимся на парковке рядом с крутым развлекательным центром. Наверняка необходимо было, чтобы люди развлекались во время снегопада. А вот водители, они сами поразвлекаются. Выгребляясь из сугробов. Ну что? Для нас все понятно. Мы, конечно, тоже шабашники. Тоже любят зарабатывать. Здесь вот ребята подняли, наверное, не одну штучку. Но что делать руководителям ДРСУ? Либо регулярно поднимать заработную плату, либо поднимать меру ответственности. А то как-то некрасиво получается. Складывается мнение, у меня лично, что морозы, которые я пересидел в местах, гораздо более теплых, начисто отморозили умение оперативно реагировать аварийные службы города. А местные масс-медиа средства контролировать бардак на дорогах. Вон в Москве сыпануло и все на баррикады. Ну и чего греха таить, авторы программы благодарны все-таки ДРСУ города Магнитогорска, потому что она дает возможность нам тестировать автомобили. По этой полосе скоростные характеристики, а по этой возможности подвески и тормозов СБС. С чего столько эмоций? Поверьте, это только малая толика. Вот если собрать все крепкие словечки автолюбителей, припарочка вышла бы еще та. А все те, кто обвиняет авторов автостопа в сентенциях и инсинуациях, есть экскурсии по набережной и примыкающим улочкам. Основные более или менее оскоблили. Если бы все делать вовремя, то раздачи слонов можно было бы избежать. Господа, поймите нас правильно. Мы не критикуем просто ради критики. Мы просто ездим по этим дорогам. И если уж быть совсем правдорубами, скажем, что улица Октябрьская уже почищена всего через неделю после снегопада.